Искали османскую галеру, а нашли байдаки. Это древние плоскодонные суда с мачтой. Какие тайны хранят эти корабли? Давайте узнаем. К этой экспедиции запорожские историки готовились долгих 10 лет. И вот старенький баркас, преодолев более 400 километров, бросает якорь недалеко от Херсона. Это водолазно-рейдовый бот. Это специализированное судно для водолаза. Здесь есть барокамеры для больших глубин. Но погружаться на большие глубины не пришлось. Всего несколько метров, и гидроархеологи замирают от увиденного. Выплывает и говорит, Слава, мы корабль нашли. Ну да, вот уже второй. И тут я понимаю, что вот сейчас, сейчас мы сделали еще одно открытие. Но вместо ожидаемых османских галер на дне реки историки нашли не менее древние грузовые суда. Скорее всего, это турецкие торговые корабли 16-17 веков. Такой вывод сделали не только исходя из формы транспортных средств, но и их содержимого. На борту огромное количество керамики. Если приюхаться, то еще есть легкий-легкий запах табака. Пролежало в воде больше 300 лет, а может даже 400. Но запах еще чуть-чуть сохранился. И скорее всего, добавляет руководитель экспедиции, корабли были разграблены. У меня подозрение, что это могла быть внезапная атака запорожцев, которые попросту напали на эти корабли ночью. Во многом первостепенное значение занимал вопрос веры. То есть, если это иноверцы, и если у них корабль слабее, почему бы его не разграбить? Грабить древние суда продолжают и сейчас, говорят историки. Только в наши дни этим занимаются черные археологи. Вот представьте себе, 10 лет мы пытаемся найти возможности, чтобы обследовать эти корабли. Пробиваем какие-то разрешения, дозвелы, открытые листы, пишем программы. Пытаемся найти какие-то деньги. Грабителям для этого не надо ни программ, ни дозвелов, ничего. Они просто выезжают и грабят, и фактически уничтожают историю. Впрочем, золотых монет здесь нет и не было, говорят гидроархеологи. Для них важно другое, изучить корабли. Это позволит понять, как развивались технологии и общество в те времена. Начатые работы ученые продолжат в следующем году. Андрей Кровец, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер.